Зрение лишился. Ну, как ли это? Потерял зрение, не лишился. Ну, и вот год назад попал, удалить первую группу. 57-летний Александр Строков – инвалид по зрению. Самостоятельно вести хозяйство уже не может. Родных у мужчины нет. Дом в деревне старый, с печным отоплением. Зрение немножко было, как говорится, раньше. И как-то жил один потихонечку. А сейчас уже хуже. Признается, когда совсем ослеп, стало очень тяжело. Понимал – одному не выжить. Поддержка пришла от знакомой. Надежда Николаевна говорит, что очень хотела помочь Александру. В соцзащите подсказали – можно оформить социальную семью. Несколько лет на инвалидности. Зрение еще было у него 26%. А год назад он полностью. Одному ему, конечно, очень тяжело было. Александру обустроили отдельную комнату, и постепенно он привык к новым домочадцам. Жизнь вошла в свою колею. Одному лежишь, думки какие-то там нехорошие, как говорится. Когда народ есть и ни о чем не думаешь. А народу в доме хватает. Надежда опекает детей, оставшихся без попечения родителей. Двое детишек. Две девочки у нас. Под опекой, да? Под опекой, да. Одной десять, одной одиннадцать. Это уже у меня четвертый поток. А началась ее работа приемной мамой 14 лет назад. Увидела в детдоме мальчика и уже не смогла без него уйти. У него такая тяжелая жизнь была. В итоге я его оформила. Потом мне предложили в опеке еще здесь, недалеко, также Дубовские наши. Тоже родители, лишены родительских прав, семья. И братишка с сестренкой. Я тоже забрала к себе. Ну и так тянулась и пошла. Ее старший уже отслужил в армии, работает в Москве. Девочка вышла замуж, выросли и другие дети. Но все помнят приемную семью и приезжают в гости. Все общаются, все ездят. Семья большая. С этой большой дружной семьей живет теперь и Александр. Здесь чай, вот ложка и пирожное. Смотри. Признаются, привыкать друг к другу было непросто. Тем более, что Александр долгое время жил один. Бывает, спорим, бывает, шумим. Ну а как? Семья. Мы находим компромиссы и как-то договариваемся. Посерчаем бывает. Но ничего. Скучно. В тетке семье, как и по другу. Здесь скучать не приходится. Ну да. Они дети подвижные. С ними. Уроки иногда. Математику. Он читает хорошо. Подходит, спрашивает его. Иногда он им шумит. Неправильно. Вот так нужно сделать. Не так ответили. Читайте. Вот так нужно. Исправляйте. У самой Надежды Николаевны каждый день расписан по минутам. Сейчас может волнуется. Будет и давление. Каждому в ее семье нужно внимание. Но она справляется. Скучать и вставать некогда. Утром у нас сразу встаем. Начинаем ему давление мерить. Таблетки все. Все. Лекарства принес. Все. Завтрак у нас. Позавтрак. Зарядка. Младшие мужики к школе начинаем. Детей проводили. Летом, конечно, нам проще. Там на улице. Там рядышком. Все тепло. Все это. Бегаем там все. А здесь уже туда-сюда бегаем. Пока там уберутся. К обеду надо готовить. Морозомачиваться. Походу. Ну, сядет со мной. Вот разговариваем. Таких семей только в одном Дубовском районе 10. А всего за этот год в целом по региону под опеку взяли около 200 инвалидов и пожилых людей. С 2018 года в рамках национального проекта демографии регионального проекта старшее поколение развивается система долговременного ухода. Эта форма социального обслуживания достаточно востребована в настоящее время и позволяет от стационара уйти от стационара и оказывать услуги на дому. Основное условие – совместное проживание и ведение общего хозяйства. Работу по уходу за подопечным социальной семье оплачивает бюджет. Денежное вознаграждение получает это в размере 9 942 рубля, а за инвалида первой группы денежное вознаграждение увеличивается до 50%. То есть они получают сумму в размере 14 913 рублей. У нас заключается трехсторонний договор и с соблюдением этих требований оплачивается денежное вознаграждение. Впрочем, в таком доме, как этот, люди становятся родными. Общие заботы, дела, интересы – одним словом, настоящая семья. Екатерина Алтухова, Ирина Марченко, Екатерина Донцова, Сергей Григоренко. «Волгоградская правда» специально для телеканала «Волгоград-1». «Волгоградская правда». Продолжение следует...